Добрый день! Вы смотрите итоги дня телеканала Улправда ТВ. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Ульяновские спортсменки вернулись с медалями с межрегиональных соревнований по спортивной аэробике. Комфортная среда в Димитровграде готова на 85%. Число 13 стало удачным. В Ульяновске с участием посла Франции открылся культурно-образовательный центр «Альянс Францесс». Зачем следят за ульяновцами и работает ли служба 112? Сегодня в здании правительства Ульяновской области прошло аппаратное совещание. Губернатор Сергей Морозов начал заседание с обсуждения дел в здравоохранении. Так, глава области подверг критике работу директора территориального отделения Фонда обязательного медицинского страхования Владимира Смирнова и поручил уволить его. Причиной разбора стал неподготовленный доклад перед депутатами законодательного собрания. Губернатор также раскритиковал состояние Центральной городской клинической больницы и Сурской районной больницы. Еще одной темой стало упразднение с 1 января в должности председателя правительства области. Кабинет министра возглавит лично губернатор. Подробный материал об аппаратном совещании можно посмотреть на нашем сайте управда.ру. В 2019 году на реализацию программы формирования комфортной городской среды в Димитровграде было выделено почти 89 миллионов рублей. Из них 85 из федерального бюджета и около 3 миллионов из областного. На эти деньги в городе атомщиков должны были благоустроить 27 дворов и 3 общественных территорий. О том, что уже сделано и что только предстоит, корреспонденты Димград-24 узнали во время рабочего визита в Димитровград губернатор Ульяновской области Сергея Морозова. В ходе пятничной рабочей поездки в Димитровград губернатор Ульяновской области Сергей Морозов решил лично проверить ход работ на всех объектах благоустройства. Первым делом глава региона побывал на улице Терешковой. Здесь подходит к завершению работы по благоустройству второй очереди масштабного проекта «Аллея учителей». То, что мы обещали к середине октября закончить, серой плиткой вот этой гроз прошел с заводом, немного проблемы было, они нас на 10 дней по сроку продлили. Поэтому мы на 10 дней не задерживаемся, но у нас, повторяю еще раз, по плитке ностальжии все закончено, мафы мы начинаем встануть, они все приехали. Звезды мы все восстановили, сделали, осталось доложить три звезды. Далее шесть звезд почетных граждан мы устанавливаем на последней площади, то есть нам осталось по большому счету доложить только плитку вот этой грозной. Губернатор указал местным чиновникам на необходимость привести в порядок и памятник Георгию Димитрову. Негоже оставлять в плачевном состоянии объект, посвященный человеку, чье имя носит город. Техний Морозов также поручил сделать все возможное, чтобы к 2022 году в Димитровграде были приведены в порядок все постаменты. В ходе небольшой экскурсии по ремонтируемому объекту дается еще одно поручение. Давайте с Няром там проговорим, может быть там тоже какие-то... Усилицу НКЦ освещение, да? Ну в самом, в самом, вот туда, там где Борелев. Не оставил без внимания Сергей Морозов и дворовые территории, которые в 2019 году попали в федеральную программу формирования комфортной городской среды. Дворы, расположенные по проспекту автостроителей 21 и 23, входят в Тос-Черемшан. На оба двора было потратено чуть более трех миллионов рублей. Ранее этот двор также реконструировали, но последние изменения, как говорится, стали финальным штрихом. Жители очень довольны тем, что им удалось сделать из двора за три года. Благодаря вам, Сергей Иванович, вот у нас пошло, значит, движение. Вы нам выделяли на внутриквартальную дорогу, помните, это парковочный карман, мы это сделали. Большое вам спасибо. Вот эта вот программа Тосовская, то, что вы поддержите как губернатор, это эффективная работа, вот именно по реализации наших собственных инициатив. Изюминка реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды в Димитровграде в этом году смело можно назвать парк духовности. Работы здесь велись по двухгодичному контракту. Не без проблем, не без пинков и тычков сверху удалось превратить некогда заброшенную территорию в настоящую городскую достопримечательность. Шикарное вечернее оформление территории и впечатляющий вид днем не может оставить равнодушным никого, ни жителей, ни гостей Димитровграда. Официальное открытие парка состоялось 18 октября. В день 19-го годовщины канонизации небесного покровителя города преподобный исповедника Гавриила Архимандрита Меликесского. Кемран Кичимакин, Виталий Немов, Димград-24, специально для Управ ДТВ. Саратов ведет сбор подписей за возвращение смертной казни. Однако, как заявляют юристы, Россия должна выполнять статью 18 Венской конвенции, так как подписала протокол номер 6. Основным обязательством по нему является полная отмена смертной казни. Таким образом, с 16 апреля 1997 года в России не может применяться смертная казнь. Однако, даже на странице Государственной Думы ВКонтакте появился соответствующий опрос. Что думают об этом ульяновцы? Стоит ли вернуть смертную казнь? Доверяют ли они судам вопросы жизни и смерти? Наш корреспондент провел опрос на улицах Ульяновска. Я считаю необходим, потому что всякую шваль нужно, ну как бы, вот, к примеру, человек, он вот педофил, он убил какую-нибудь девочку маленькую. Ну что, его живых, что ли, оставляют? Ну это же животное. Я считаю, смертная казнь необходима просто для всяких, ну, всяких мразей. Они не должны жить, ну, как бы, не заслуживают этого, я так считаю. По отношению к некоторым, да. Но не ко всем, потому что некоторых людей незаслуженно так наказывают из-за того, что они простые граждане и с ними не хотят считаться. Я все же, наверное, отношусь к этому отрицательно, поскольку есть риск всегда судебной ошибки. Знаете, у нас существует презумпция невиновности, то есть, как говорят, лучше оправдать, говорят, по-моему, 10 виновных, чем наказать одного невиновного. То есть, ну, наверное, в этом случае я отношусь отрицательно. Не всегда судей бывает правы в этих случаях. Поэтому пока рано, мне кажется. Считаю, за убийство детей стоит смертную казнь вести. Так я считаю, да. За детей это, да, может. Я считаю, что стоит. Жизнь, жизнь, да. Пусть, да, всегда есть справедливость, несправедливость, но я как мама маленького ребенка, да, я считаю, что это нужно. Ну, конечно, стоит. Конечно, стоит. Это же дитё. Твоё дитё. Конечно. Я считаю, что нужно вводить превентивные меры, а не меры наказания по факту совершения преступления, потому что, как известно, введением, ужесточением наказания не изменяется статистика преступности. Так что, если мы хотим избежать преступности, мы должны вводить превентивные меры. Ой, я не знаю, я такая жалливая. И тех мне жалко, и этих жалко. Так что вернуть, наверное, не надо. Я считаю, что у нас в стране не очень сильное правовое поле, а когда, ну, правовое поле, скажем так, не гарантирует презумпцию невиновости в полной мере, то смертная казнь это чревато казнями невинных людей. Когда у нас они могут сидеть в тюрьме, да, есть время для того, чтобы найти доказательства и оправдать. Я, как бы, ну, читаю на эту тему, и как раз Александр Сыпкин, писатель современный, он в своем блоге разместил фотографию 14-летнего мальчика, которого в Америке казнили на стуле электрическом. И, как бы, ну, вот он обращение к своим подписчикам сделал, что, как бы, голосуя за смертную казнь, помните про эту фотографию. Ну, если как творят, конечно, вернуть. Что творят эти? А так, это, естественно, до ручки дошло. Даже объяснить не могу, почему люди, кто-то страдает, кто-то теряет близких, а он отсиживается и все условия требует. Не знаю, в некоторых случаях, да, где жестокости очень много. Сейчас вот вчера был роток передачи. 8 лет дали за маму. 8 лет. Там 57 ножевых ранений, зато он работник милиции. Ни в коем случае. При нашей идиотской системе, пенициарной там и особенно судебной, они сколько ошибок наделают, сколько они отправят на эту казнь. И если еще они после этого найдут кого-нибудь, а так они казнили, отчитались, все спокойны. Нужно? По-моему, нет. Вот если он совершил, если его поймали, просидел он 10 лет, нашли, ошибка даже, если вышла, и он выйдет все-таки. А потом, а если это он, то ему там, там, в этом заключении, пожизненном, я не думаю, что там пряниками курят. За. Потому что преступность у нас возросла в несколько раз, в десятков раз. И поэтому эта мера необходима. Я за. Бабушка за. А то козлы насилуют и их отпускают через три года. А сколько ошибок было? Вы в курсе? Сколько было невинно убитых, расстрелянных, а потом восстановленных посмертно? А с другой стороны, тут разбираться и разбираться с большими умами. Я должен дышать. Он не убивает, а он ходит. И его надо в тюрьме кормить, ухаживать, затраты очень много. А от него все равно отдачи не будет. Как вы думаете, я не знаю. Я вот так думаю. Конечно, стоит. Очень много плохих людей в России. Всех расстрелять. Обеспечить безопасность и отлазить работу службы 112. Насущные вопросы обсудили в главном управлении МЧС по Ульяновской области. Губернатор открыл совещание и рассказал, чего удалось добиться за два года. За неполные два года в общественных местах на объектах образования, здравоохранения, спорта, культуры установлено 7870 камер видеонаблюдения. И мы неоднократно говорили с руководителями федеральных структур, что на этом останавливаться нельзя. Криминальную обстановку тоже обсудили. Из Министерства внутренних дел поступили хорошие новости. Уровень преступности начал падать. По крайней мере, в местах большого скопления людей инцидентов стало гораздо меньше. Камеры наблюдения делают свою работу. На улицах, площадях, в парках, скверах сократились на 10%. В том числе умышленных убийств, разбойных нападений на граждан на 54%. Грабежей на 27%. При этом, согласно данным, число преступлений, раскрытие которых способствовала камера АПК «Безопасный город», возросло. Поговорили о центре обработки экстренных вызовов. Система 112 введена на 95 объектах Ульяновской области. В систему входят главные и резервные центры обработки. 24 диспетчерские службы и 69 дежурных подразделений диспетчеров. Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости Управда ТВ. С 18 по 20 октября в рамках Дней Франции в Ульяновской области состоялись культурные и деловые тематические мероприятия. Центральным событием стало открытие Ульяновского отделения культурно-образовательного центра «Альянс Францесс». Подробности у Ирины Антоновой. Ульяновское отделение «Альянс Францесс» на территории Российской Федерации стало 13-м по счёту представительством, которое станет важной образовательной платформой и одновременно диалоговой площадкой для развития сотрудничества с регионами Франции. Его возглавил известный ульяновский бизнесмен и меценат Михаил Урясов. В мероприятие принял участие губернатор Сергей Морозов. Сказать о том, что это долгожданное событие, это значит практически промолчать. Л'ouverture официальная Д'Ульяновск францесса – это один évенемен remarкable для нас. Для нас, с имбириан ульяновцев, это знаковое историческое событие. Для нас, les habitants Д'Ульяновск, это один évенемен remarкable, vraiment remarкable. Франция – наш главный союзник, наш давний традиционный партнёр. La France – notre partenaire traditionnel et de longue date. Ну и, конечно, наши человеческие, государственные отношения имеют глубокие исторические корни. Во словам главы области, опираясь на добрые традиции прошлого, регион и сегодня успешно развивает двусторонние отношения с Францией. Только за первое полугодие этого года внешнеэкономические отношения Ульяновской области с этой европейской страной выросли на 20%, а общий объём капиталовложений французских компаний, которые работают на территории региона, составил уже почти 4 миллиарда рублей. Почётным гостем торжественной церемонии открытия ульяновского отделения Альянс Францесс стал посол Франции в России Сильвий Аньес-Бирман. Она отметила, что Альянс Францесс – не единственный совместный проект региона с Францией. «Вот когда я ехала сюда из аэропорта, я видела и Ашан, и Луа Мерлен, всё это французские фермы, так что в этой области, как вы знаете, мы очень много сотрудничаем, но не только. Скоро ферма Лу Гран открывает здесь, будет осуществлять большой проект. Кроме этого, у нас ещё есть проект и в области авиастроения». В разговоре со СМИ госпожа Бирман призналась, что пишет книгу о России, в которой она обязательно расскажет о всех российских регионах, в том числе и об Ульяновской области. Также на торжественную церемонию открытия Ульяновского отделения приехал сам президент фонда Альянс Францесс Ален Пьер Дежен. «Мадам, госпожа посол, уважаемый господин губернатор, уважаемый госпожа министр международных связей, господин президент Альянс Францесс, дамы и господа, дорогие друзья, открытие 13-й Альянс Францесс в России свидетельствует о динамизме нашей интернациональной сети, которая родилась 135 лет тому назад». Президент фонда напомнил, что французская ассоциация была основана летним июльским вечером 1883 года. Инициатором ее создания был известный дипломат Поль Камбон с целью распространения французского языка по всему миру и содействия диалогу культур. На сегодняшний день организация насчитывает 1072 представительства 146 странных мира. Сразу после церемонии открытия гости посетили открытые уроки нового центра. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Новости Оллправда ТВ. В Димитровграде выпустили в реку 130 килограммов сазана. Такой невиданный доселе подарок река Большой Черемшан получил от Ниара. Флагман мировой атомной энергетики получил ценный груз из агентства Росрыболовство по спецзаказу. За пополнением главного водного ресурса Димитровграда наблюдала и съемочная группа «Димград-24». Поистине историческое событие в жизни не только Ни, но и города. Молоть сазана доставили в Ниар в специальных контейнерах из Ульяновска. В залив Черемшана отправилось 130 килограммов рыбы. Каждая рыбешка весом от 150 до 300 граммов. Сейчас это уже хорошо подросшие особи. Хотя закупали сазана, когда он был еще только по 5 сантиметров в длину. Этот малек был выращен в специальном месте, предназначен для разведения в водных объектах. Рыбу выращивали в питомнике по спецзаказу ГНЦ «Ниар». Зарыбливание водоема необходимо для воспроизводства биологических водных ресурсов Черемшана. При воспроизводстве основной акцент делается на два вида рыбы. Это сазан, либо толстолобик, либо растельноядный вид рыбы. Толстолобик, амур. В данном случае Ниар, так сказать, избрал сазана. Таким образом, градообразующее предприятие Димитровграда в очередной раз заявило о своей социальной ответственности. Предприятие, которое занимается столь, скажем, специфическим видом деятельности, как наш институт, безусловно, должно прилагать усилия и для вклада в экологическую составляющую региона. Марина Антуганова, Виталий Немов, Димград, 24, специально для Уллправда ТВ. Ульяновские спортсменки вернулись с соревнований по спортивной аэробике, которые проходили в Казани. Уровень соревнований получился межрегиональным, так как за медали боролись представители из Ульяновска, Татарстана, Чувашии, Самарской, Московской, Нижегородской областей и даже из Республики Карелия. Собралось рекордное количество участников – более 350. В разных номинациях ульяновские спортсменки завоевали золото, серебро и бронзу. Согласно прогнозу синоптиков, 22 октября в регионе ожидается пасмурная погода. Температура воздуха днем удержится на уровне 12 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. Президент России объявил 2019 год годом театра. Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа, 14 школьных и 14 студенческих театров представлены в открытом доступе на сайте проекта театральноеприволжье.рф. С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения. Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. У каждого спектакля свой номер. От 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных. Он размещен на экране при показе в эфире. В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля. Победители получат награды. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру в 18.50. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok